Югорские профессионалы снова сели за парты. У них завершается обучение в школе управления Скулково. Здесь угорчане получили не столько теоретические знания, а практические навыки. Создали собственные проекты, которые дадут толчок развитию региона. Василий Сысоев знает о программе намного больше. Передаю ему слово. Добрый вечер, Лена. Сегодня у югорских управленцев своего рода экзамены. Они защищают проекты, над которыми работали полгода. Команда в общей сложности 100 человек прошла образовательный курс в московской школе управления Скулково. Это заместители губернаторов, руководители департаментов, представители малого и среднего бизнеса. Программа состояла из пяти тематических модулей. Цель одна – разработать проекты развития региона, которые способны выйти на глобальные рынки. Здесь есть две составляющих. С одной стороны, мы получали такую актуальную информацию о современных подходах, об эффективных управленческих технологиях, о командообразовании, о целеполагании. И второе, мы нарабатывали компетенции, как, собственно говоря, вот эту полученную полезную информацию трансформировать в нашу жизнь. Как сделать так, чтобы эта информация не стала просто как-то очередным количеством букв на бумаге, а воплотилась в жизнь, приносила свои эффекты. Приоритетные проекты затрагивают самые разные сферы. Это и Центр геномных исследований, биоэкономика, креативная индустрия. Это значит, что югорские управленцы готовятся к вызовам будущего прямо сейчас. В образовательной программе приняла участие и Наталья Комарова. Губернатор была экспертом и главным критиком проектов. Глава региона отметила, что управленцы должны создать такие проекты, которые бы работали в долгосрочной перспективе. И команда для этого теперь есть. Лена, тебе слово. Спасибо, Василий. На прямой связи с нами был Василий Сысуев из школы управления Сколково.